МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ахачкале на территории скверов Азуалиевой рабочие повредили сетевые кабели. Потерять все и не опустить руки. Жительница из Бирбаши, лишившаяся жилья и детей, получила от неравнодушных людей ключи от квартиры. 1 декабря был последний день уплаты налога на имущество. Об этом сообщает Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Дагестан. Налоговики напомнили, что со 2 декабря к должникам будут применяться штрафные санкции. Уплатить налоги должны собственники квартир, домов, гаражей, машин и земельных участков. Каждый гражданин должен исполнить свой гражданский конституционный долг по уплате имущественных налогов. Сегодня последний день. Но ничего страшного не произошло. Платить можно и завтра, можно и послезавтра, и последующие дни можно платить. Но только с завтрашнего дня налоговая будет начислять пеню. Пеня будет начисляться и налоговая также направит уведомление. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, налоговая инспекция продолжает работу в прежнем режиме. Для удобства граждан ФНС предлагает воспользоваться электронными услугами ведомства в режиме онлайн. Имущественные налоги должны уплачивать не все граждане. Есть отдельные категории граждан, которые освобождены от налогов. К ним относятся все пенсионеры, относятся инвалиды первой и второй групп, относятся чернобыльцы, относятся участники Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны. Газопроводная линия на Амедхана Султана наконец восстановлена. Работы по прокладке новой трубы, пострадавшей в результате взрыва бытового газа, завершены. На газопроводе длиной около 300 метров также установлены и налажены регуляторы. Сотрудники ресурсоснабжающей организации Ростехнадзора и городской администрации приступили к поквартирному обходу домов. Если во время обследования жилых помещений нарушений не обнаружат, газ подадут. Во избежание трагических последствий с владельцами квартир проводятся разъяснительные беседы. Обществом построен газопровод высокого давления диаметром 89 мм, протяженностью 28 метров с установкой РСК-50. А также построен газопровод среднего давления протяженностью 240 метров с установкой двух регуляторов. На сегодняшний день общество готов к пуску газа в газопровод и в газорегуляторные пункты. По итогам проведения инвентаризации будет принято решение, по каким на квартирных домах будет пушен газ, а по каким, где есть нарушения, будет выписано предписание. По устранению нарушений по подписанию будет принято решение вопроса пуска газа. Напомню, 22 ноября по проспекту Амитхана Султана 3А произошел пожар. Без газоснабжения остались жильцы 11 многоквартирных домов. По информации мэрии Махачкалы, все эти дома были возведены без разрешения на строительство и не введены в эксплуатацию, поскольку расположены в охранной зоне высоковольтных линий электропередач. Режим реконструкции улицы Каркмасова переведен на двухсменный. Такое указание дал мэр Махачкалы в ходе проверки ремонтных работ. Также Салман Дадаев выслушал доклады заместителей и начальников структурных подразделений, представителей Махачкала-Водоканал и подрядных организаций, которые будут асфальтировать дорожное полотно и расширять тротуары. Дадаев отметил, что проделана серьезная работа, но ее надо вести качественно и быстро. На демонтаж фактически нужно, получается, если по человеку часам встать, 10-12 часов на эту работу нужно. А вы уже который раз переносите этот срок. Осветить, ограждения поставить в опасных местах. Вот как на площади были эти желтые ограждения. Выставить ограждения и деревянные настилы, чтобы люди нормально могли ходить. А вот на территории скверов Азуалиевой в ходе ремонта оказались повреждены сетевые кабели. В отдел полиции по советскому району обратился руководитель региональной сетевой компании. По словам мужчины, линии связи повредили строители, выполняющие работы на этой территории. Произошедшие результат спешки и несогласованных действий со стороны подрядчиков. От неисправностей в работе сети страдают не только обычные жители города. Линии связи используются для передачи данных между госструктурами и населением. В полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. В одном из наших выпусков мы рассказывали о трагедии, случившейся в Избербаше в мае этого года. Женщина за считанные минуты потеряла практически все – двоих малолетних детей и квартиру. Происшествие тогда получило широкую огласку в СМИ, когда выяснилось, что четверо детей были дома, одни без присмотра. Женщина, и без того, бывшая в трудной жизненной ситуации, с двумя оставшимися в живых старшими детьми, оказалась без крыши над головой. Фонд Инсан решил помочь матери-одиночке. Все подробности у Хамза Нурмагомедова. Женщина не может сдержать эмоции. Шесть месяцев назад в Избербаше в съемной квартире многоэтажного дома вспыхнул пожар. В доме находилось четверо маленьких детей. Самому маленькому ребенку было всего три года, старшему девять лет. Мать-одиночка оставила их дома, вынужденная выйти на работу, чтобы прокормить семью. В результате трагедии у Наиды погибли двое детей – трехлетняя девочка и пятилетний мальчик. Старшие сыновья восьми-девяти лет в тот день спрыгнули из окна пятиэтажного дома и чудом остались в живых. После этого случая сочувствующие дагестанцы решили поддержать горем убитую мать. Тогда по многочисленным просьбам очень много людей писали в фонд, чтобы фонд Инсан открыл сбор, для того, чтобы была хотя бы какая-то помощь для семьи хотя бы на какое-то первое время. В итоге мы получили такой обширный отклик и фонд Инсан собрал средства, за счет которых мы смогли приобрести жилье для семьи, у которой тогда случился пожар. Всего удалось собрать чуть более двух миллионов рублей. На эти средства фонд Инсан приобрел для Наиды и ее оставшихся в живых детей новую квартиру в центре Избербаша. В первую очередь город Избербаш и вся республика, которые очень сильно переживали, были с вами все это время. И вот показатель того, что жители неравнодушны, переживали, это вот такой подарок, такая прекрасная, уютная квартира. Не ожидала, вообще не ожидала я такого. Спасибо всем большое за помощь, за понимание. Дай Аллах всем здоровья. Площадь новой квартиры составляет около 50 квадратных метров. Здесь просторно, зал, кухня, кладовая и небольшая детская. Фонд Инсан будет и впредь активно поддерживать и помогать одинокой матери. Мы всячески стараемся поддерживать ее, потому что от нас зависит. Сейчас в данный момент такой острый уже в чем-то у них нет. Хамз Нурмагамидов, Магамид Магамидов, Довут Гасанов, телеканал ННТ, Избербаш. И к другим темам. Федеральная сеть ортопедических салонов «Артека» открылась в Махачкале. На торжественное мероприятие побывали именитые спортсмены Дагестана, известные блогеры, лучшие врачи, хирурги и ортопеды. Как распахнула свои двери первая «Артека» на Северном Кавказе, расскажет моя коллега Лариана Шамхалаева. Ортопедические стельки и обувь, компрессионный трикотаж, бандажи и подушки. Компания, не имеющая аналогов в ортопедической рознице, работает на рынке с 1998 года. Сегодня «Артека», насчитывающая более 300 салонов и существующая во всех крупных городах России, вышла впервые на рынок Северного Кавказа, стартовав с Махачкалы. Поздравить дагестанцев с этим событием прибыл генеральный директор ООНИ «Комет» Сергей Шаитов. Аплодисменты ваши, друзья, с открытием! Тот салон, который мы сегодня с вами имели возможность открыть и увидели, конечно, он дает больше спектра, во-первых, услуг для населения. Начну с деток, с наших самых младших покупателей или посетителей «Артека». Это расширенный ассортимент детской обуви, детских стилей и другой детской продукции. Во-вторых, это продукция для здорового образа жизни. Мы работаем для спорта очень много, развиваем направление спортивного ассортимента. Поэтому люди, которые занимаются профессиональным спортом, любительским спортом, каждый найдет себе в салоне «Артека» то ли иное средство защиты, поддержки во время спорта. Ну и гораздо большое количество продукции для домашнего спорта. Сегодня это актуально, мы все становимся изолированы, сидим по домам какое-то время. Поэтому домашний спорт, домашнее занятие спортом становится актуальным. Известные спортсмены, прославившие Дагестан, довольны, что теперь необходимые атрибуты для восстановления после травм можно не заказывать из-за рубежа, а приобрести в родном городе. Я очень рад, что открыли, то, что открыли здесь, в Махачкале, как сам, у самого была травма, можно сказать, в Москву летал. Хочу сказать то, что это очень полезный магазин. Нередко мы науждаемся в той продукции, которую здесь продают. Для спортсменов особо нужны акадейники, налокотники. Для гостей мероприятие организовали угощение, а приятным бонусом к фуршету стала викторина и лотерея. Счастливчики получили в подарок ортопедические подушки от компании «Артека». Параллельно в консультационном кабинете проходил прием у травматолога и хирурга. Получить помощь врача и правильно подобрать продукцию сможет любой желающий в удобное для него время. Можно провести компьютерно-оптическую диагностику стоп на предмет плоскостопия. Можно получить консультацию у врача, можно получить комплексный осмотр опорно-двигательного аппарата. Сюда входят и все крупные и мелкие суставы, позвоночный стоп. Или если у пациента есть уже диагностированная какая-то определенная нозология, то есть заболевание, пациент может всегда обратиться к врачу за подбором определенного ортопедического изделия или изделий и задать все интересующие вопросы и получить на них, скажем так, экспертный ответ. Делать жизнь комфортной, удобной и красивой, по словам сотрудников фирмы, это главная их задача. Каждый год компания представляет новую продукцию, в числе которых тренажеры, чулки, витамины и даже косметика. В этом году значительно расширилась линейка модной обуви. Для комфортной жизни, для спортсменов, для детей. То есть у нас будет очень стильная, комфортная обувь для нашего города. Мы всех ждем. Салоны Артека планируют свое открытие в других городах Дагестана и даже за пределами республики. А пока первая Артека на Северном Кавказе ждет своего клиента на улице Расула Гамзатова, 97, в Махачкале. Каждому посетителю предоставляется 15-процентная скидка на первую покупку. Ларьяна Шимхалаева, Салман Гетихмаев, Новости ННТ, Махачкала. Самые сильные, ловкие и смелые в Махачкале подведены итоги чемпионата СКФО по воркауту. Турнир проходил по двум дисциплинам – воркаут-баттлы и силовое двоеборье. Более 60 спортсменов соревновались в упражнениях на статику и динамику, подтягивания на брусьях и турниках. В номинации «Силовое двоеборье» победителем стал Муслим Тибоев из Ингушетии, а в номинации «Воркаут-баттлы» лучшим был признан Рамазан Гайдаров из Махачкалы. Победители получили денежные призы и награды. Смотрите нас также на нашей официальной странице в Инстаграм и на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. До встречи.